Олеся Яхно, политолог, присоединяется к нашему эфиру. Приветствую, Олеся, здравствуйте. Здравствуйте. Вот уже который день мы обсуждаем результаты саммита, итоги его, прошедшего в Вашингтоне. И сейчас конкретно хотелось бы поговорить про увеличение присутствия, изменение качества этого присутствия. Я бы обратил ваше внимание на цитату, которую привела коллега в своем сюжете, о том, что хороший признак – это начало работы бюрократии, когда начинает серьезно работать европейская, в данном случае североатлантическая бюрократия, увеличивается и меняется статус присутствия в Украине, увеличивается количество спецпредставителей, их численность, уровень. Это хороший признак. Разделяете ли вы этот оптимизм и действительно чего нам ждать? Да, действительно, я согласна с тем, что любая конкретика, она говорит о том, что есть реальный процесс, есть реальное сотрудничество. Мы действительно много обсуждаем итоги этого саммита НАТО, потому что каждый день, ну или достаточно длительное время, мы узнаем новые детали, которые указывают на действительно сотрудничество, существенно усилившееся или предполагающее такое усиление. То есть кроме тех решений, которые были анонсированы непосредственно на саммите НАТО или накануне саммита НАТО, это прежде всего создание штаб-квартиры Висбадене, которая будет курировать помощь Украине, а также подготовку украинских военных. Также мы узнали, что будет непосредственно посол НАТО в Украине. Также мы узнаем каждый день новые детали. Сами длился три дня, был подписан украинский компакт, документ, который в каком-то смысле обобщает все соглашения по безопасности, который прописывает алгоритм, который, может быть, и не носит обязательно юридический характер, но который, в принципе, по подходам и по тем целям, которые там задекларированы, является вполне правильным и хорошим для Украины. И, в общем-то, действительно, этот саммит НАТО, раз есть такая ситуация внутри самого блока, что Альянс не готов пригласить Украину или начать процедуру членства в условиях войны, в этом нет консенсуса, чтобы изменить этот подход, то выбран был вариант, когда не де юре, но де факто Украина будет, по сути, выполнять ту же программу или очень близкую программе, которая была предусмотрена или по ДЧ, или действительно стартом процедуры членства. Потому что те решения, которые Украина получила именно в плане конкретики на этом саммите, они действительно будут помогать, как получать нам помощь необходимую прямо на сейчас, то есть в рамках тактического ответа и необходимости вооружения и подготовки прямо на данный момент, так и с точки зрения долгосрочной перспективы и приближения Украины к стандартам НАТО. И в этом смысле, знаете, вот есть вариант или были варианты прямо обратные, когда принималось политическое решение, и под это политическое решение достаточно быстро или потом страны начинали двигаться в своей программе. В украинском случае, в случае войны, политическое решение, как мне кажется, оно не озвучено, то есть юридически, да, статуса нет, но де факто приняты такие решения, которые действительно существенно продвигают Украину, как в целом в усилении обороны, так и в усилении взаимодействия со странами НАТО. И я думаю, что если будет благоприятный политический момент, и тогда действительно будет гораздо проще получить консенсус внутри Альянса, я имею в виду ситуацию на войне, то Украина может действительно не просто достаточно быстро получить приглашение, но и быть готовым дальше соответствовать стандартам. И раз уж так случилось, что действительно до окончания войны здесь не может быть консенсуса, то надо сделать все, чтобы скорее эта война закончилась, а закончиться она может, или, там, если да, перефразировать, мирный процесс может начаться только тогда, когда действительно Украине будет военное преимущество, чтобы могло, ну, хотя бы, да, поставить вопрос для самой России о начале мирных переговоров или переговоров, или о заинтересованности в таковых. Поэтому, знаете, вот из этих трех составляющих, которые для Украины, я считаю, были очень важны на этом саммите, это непосредственная помощь на сейчас, все, что касается противовоздушной обороны прежде всего, это среднесрочная перспектива, которая действительно бы работала в долгую на усиление нашей обороноспособности и на приближении, и на сближении, и взаимодействия, и, по сути, де-факто работу Украины с НАТО, ну, как это было в рамках ПДЧ, и третий вариант стратегический, когда мы бы хотели получить или приглашение на членство, или получить, как бы, заверение, что Украина движется в этом направлении, в принципе, нигде мы не потеряли. Да, мы, конечно, хотели бы больше в части третьей, чтобы была формулировка, ну, как бы, уже точная и конкретная, особенно с учетом, там, выборов США. Но, в принципе, тот вариант, который был озвучен, что, там, мост или что это движение является... Необратимое. Да, необратимым. Это тоже такой вариант. Но главный плюс — это вот именно вот это во второй составляющей, среднесрочном периоде, который будет, я повторюсь, и помогать нам сейчас непосредственно в войне на уровне вооружений, на уровне техники, на уровне обучений, который, что самое главное, будет вот это взаимодействие существенно сближать между Украиной и НАТО. И не зря, собственно, такой была реакция России накануне НАТО, когда мы слышали, что на военных базах, на отдельных американских военных объектах Германии был риск теракта и был введен режим повышенной обороноспособности. Не зря мы сейчас слышим все больше новых деталей о том, что готовились, да, там, всякие попытки убийств против глав оборонных концертов, концернов западных. Это все говорит о том, что действительно вот эта прикладная часть на данном этапе, которая может существенно повлиять не только на количество, но и на качество обороны, Россия воспринимается как, ну, наверное, серьезный шаг все-таки. Это не приглашение на членство, но это высшая ступень или там еще один шаг в движении Украины к Альянсу. Хотел поговорить с вами про сроки. Вот вы сами сказали об этом договоре «Украинкомпакт», а также про двусторонние договоры, которые сейчас активно Украина продолжает подписывать. И, как мы знаем, подписываются они на 10 лет. Если вспомнить слова премьер-министра Великобритании Гарольда Уильсона, одна неделя в политике – это большой срок. Почему они планируют на 10 лет? Что бы это могло означать? Столько лет дается на, скажем так, исчезновение режима Путина и его последствий. Откуда это десятилетие? Ну, несмотря на то, что эти соглашения в сфере безопасности, они в основном все-таки ориентированы на непосредственное военное сотрудничество или оборонное сотрудничество, хотя не все, скажем, в соглашении с Соединенными Штатами. Там есть вообще часть, которая касается и внутренних преобразований в Украине. Но при этом смысл, который закладывался, хоть они не носят обязательного юридического характера, в том смысле, что могут быть остановлены в любой момент, но и в то же время смысл заключался в гарантии определенных. И поскольку Украина не является членом НАТО на сегодня, хотя и движение это активизировано, поскольку в целом следующие десятилетия, многие западные аналитики называют десятилетием турпулентности, не только из-за Украины, даже если горячая фаза войны в Украине закончится, равно в мире на уровне дисбаланса, на уровне неработающих очень часто международных институций, которые не вполне могут справляться с вызовами 21-го столетия, в потенциальных очагах обострения и смены баланса сил в разных регионах, это не только касается Украины или постсоветского пространства, и не только Ближний Восток, мы сейчас видим Азиатско-Тихоокеанский регион, поэтому в целом, мне кажется, есть понимание, что вот будущие 10 лет, они будут с разных точек зрения непростыми для международной системы вообще, в которых будут появляться разные альянсы, и есть вот уже этот альянс, там, Россия, Китай, Северная Корея, есть Иран, и поэтому, да, мне кажется, закладывается такой срок, он не только привязан к движению, например, Украины к НАД, или к тому, что, да, вот просто именно столько-то лет понадобится на то, чтобы там имперские амбиции или агрессивные амбиции России отошли на второй план. Мне кажется, в целом это оценивается как вот такой период, во время которого международная система, наверное, должна прийти к какому-то состоянию упорядоченности, когда мы говорим о гарантиях в целом от войн и конфликтов, потому что есть две стороны. Собственно, есть демократии, которые опираются на международное право, и мы знаем, что украинская формула мира, она привязана все-таки в основе своей к международному праву, и есть автократии, которые исходят просто из права силы, и права шантажа, и наличие ядерного оружия, и, собственно, тот перечень условий как бы к миру, который перечисляет Путин, они на этом и основываются, просто на праве силы. Поэтому, ну, мне кажется, вот был взят такой период в 10 лет. Ну и, кроме того, действительно, здесь есть аспект НАТО, поскольку вот этот подход, что Украина, пока она не является членом НАТО, и пока идет война, и мы не можем интегрироваться юридически, как считает, или, как правильно сказать, нет консенсуса относительно этого внутри альянса, то есть такой подход, что Украина должна стать сильной, очень в оборонном плане, да, это называется там концепция дикобраза, когда Украина будет неуязвимой для России, и это предполагает сотрудничество, и, собственно, вот эти соглашения, уже есть 23, еще 9 анонсировано, они, ну, в каком-то смысле, да, вот эту концепцию Украины, как дикобраза, которая будет сильная и неуязвимая, и при этом, даже если она не будет членом НАТО, но это сотрудничество будет существенно выше, как на двустороннем уровне, так и на уровне альянса в целом, мне кажется, эти соглашения тоже предусматривают. Поэтому 10 лет, ну, такой срок, в том числе с учетом не просто, мне кажется, завершения войны, но и с учетом того, чтобы повторный акт агрессии был невозможен, когда все время говорят о гарантиях предотвращения, да, вот повторной агрессии, собственно, вот этот украинский компакт, там тоже есть эта формулировка, то и вот этот десятилетний период, мне кажется, он тоже на это ориентирован, чтобы Украина прежде всего, да, была настолько в оборонном смысле сильной, чтобы уже это, да, и настолько инкорпорированной в сотрудничество оборонное с ключевыми западными союзниками, чтобы уже сам этот факт, он был значительным предохранителем от возможной повторной агрессии. Олеся, у нас буквально пара минут остается, давайте вы упомянули формулу мира и украинский саммит, который организуется, второй саммит скоро будет. Президент Зеленский уже раскрыл нам дорожную карту. Сначала будет предварительная встреча в Катаре уже в этом месяце, потом будет встреча в Турции по продовольственной безопасности, в сентябре еще одна в Канаде и ожидается, что до ноября соберется саммит. Как вы думаете, также президент подчеркнул, что желательно присутствие представителей России на этом саммите согласятся, приедут, ждать ли их? Ну, в любом случае, я думаю, что позиция России, если и будет присутствовать представитель, все равно она будет носить больше формальный характер. Даже если такого представителя не будет, и через дипломатические каналы, или официально, скажем, да, будет направлен итог этой встречи с формулированными подходами Украины и Запада, то все равно это будет для России носить больше формальный характер. Но с другой точки зрения, знаете, вот эта формальность со стороны России на сегодняшний день, она может и измениться, потому что многое зависит все-таки от того, что происходит на фронте, и насколько решительным в своей позиции и в своих намерениях является Запад. Если Украина действительно будет получать больше помощи, что, во всяком случае, если не позволят нам уже сейчас там возвращать территорию, то, во всяком случае, остановит Россию от ее ударов или сделает эти удары ощутимыми и для самой России. Если у нас будет достаточно систем ПВО, и если у нас будет возможность наносить удары по территории России, и если мы получим даже часть ПВО, условно говоря, от Запада, я имею в виду заявление со стороны Польши, что она может сбивать ракеты, которые будут лететь в направлении, да, вот в восточной границе. И если позиция Запада будет действительно решимой, когда Россия поймет, что вот этот шантаж и Орбан, активизировавшийся, да, со своими турне и предложениями вернуть дипломатические отношения с Россией, и Китай, и все другие, и вот этот весь силовой шантаж с готовящимися убийствами против руководителей оборонных концернов, то есть западных менеджментов, если это все не напугает Запад, и он будет достаточно четок именно в своем подходе того, каким может быть мирный процесс, и это абсолютно обнулит всякие гибридные варианты, там, да, давайте просто там заморозим, давайте там еще потребуем, чтобы Украина отдала и те территории, которые не захвачены, чтобы она туда ушла и так далее. Если Запад проявит решимость, то, ну, в принципе, и при этом будет больше помощи военной, возможно, в России действительно возникнет запрос на начало переговоров, и тогда, пускай даже и формальное, ну, как бы, или присутствие, или получение, да, вот в письменном виде подхода, оно может иметь неформальное продолжение дальше, ну, на уровне возможных переговоров. Но для этого нужно создать предпосылки. Их есть две, военная помощь Украине, наша способность более активно быть на фронте и стратегическая позиция решимой Запада в отношении мирного процесса. Благодарю вас, Олеся, за это интервью. Олеся Ихно, политолог, была в эфире канала Freedom. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова